приветствую всех друзья это nokta history программа и формат где мы говорим с гостями в студии о различных страницах истории нашего края края бессарабии республики молдова и истории которая касается гагузского сообщества другого более маленького края буджак сегодняшнюю передачу мы проведем с светлана и капанжи историком докторантом истории и исследователем истории нашего края и преподателем истории слава здравствуйте здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о депортациях вы также являетесь председателем ассоциации до урлук правда ли справедливость как вы правильно по-русски справедливость до урлук это ассоциация которая объединяет потомков репрессированных и самих репрессированных по чадрологии чадрунского района в основе я рекомендую вас смотреть этот эти выпуски которые мы провели со сланой капанжи скажем так контексте с теми выпусками которые мы делали до сих пор с актовом циклу потому что мы важно понимать историю целиком да и контекст этой истории и отдельные страницы этой истории да скажем так зумировать и отъезжать да скажем так чтобы понимать что было как говорится историю нужно знать для того чтобы понимать что будет в будущем или избежать ошибок которые могут повториться в будущем потому что история она циклична она повторяется и вот сегодня мы поговорим о депортациях такая трагическая история в истории нашего края почему мы об этих страницах говорим потому что тема на то что это буквально ну в исторических исторические перспективы не так давно в принципе было да вот практически рукой подать но у нас именно в край к сожалению вот именно этой трагической странице нашей истории нашего народа относятся так как то с моей точки зрения не так как должны относиться и важно об этом говорить для того чтобы не забывали тем более этим летом праздновали очередную годовщину депортации самых большой волны депортации сорок девятого года вносит пятого на шестое по-моему да июля шестого на шестое седьмое июня юля юля да извините допутаю да то есть июля самая большая 49 тысяч человек по-моему из молодого из басараби было 36 тысяч 36 тысяч разные цифры поэтому да ибо о цифрах тоже поговорим и поговорим о последствиях и вообще в целом будем говорить о депортациях сколько волн депортации было а вот депортировали в первую вторую третью волну тем более у нас на сайте висит ваша одна из ваших статей которая посвящена депортациям первой волны депортации 40 41 года ну давайте давайте скажем так по порядку сколько волн депортации были кого они затрагивали если говорить о гагути сегодня мы с вами будем говорить в основном гагути понятное дело в контексте всей бессарабии всей республики молдова но с фокусом на региональный аспект да волны депортации сколько волн было и как какие волны коснулись гагаузов скажем но об этом вы говорили в передаче с господином цикла вон было 3 3 до 13 июня 1941 года 6 июля 1949 года и я не помню дату 1951 год север операция север гагаузов коснулись первые две потому что вот эта третья волна операция север по религиозному приз принципу признаку но она касалась насколько я знаю это свидетелей говы которых там больше здесь у нас не было представителей в то время в третью ее семья да ее семья да она была представителем да 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 так если говорить о гагаузах это первые вот эти это сороковые годы да гагаузы попали репрессии сороковых годов двадцатого века тут еще один очень важный момент первая волна она касается она была в основном политическая она касалась в основном политических деятелей насколько я понимаю да но не столько политических вообще все волны депортации кого они касались они касались антисоветских элементов ну хорошо если читать вашу статью которую которую вы написали для нас пару лет назад или несколько лет назад которая касалась первой волны депортации и вы опять же заточитесь в основном на чудер-лонге а депортированных были не только из чудер-лонги я знаю что примар нашего села последний тоже был моего секретила кирсова радов он тоже был написал и про другие то же села но может быть та статья которую нас на сайте она касается только чудер-онги но если читать эту статью там как бы некоторые не難quистые искач próiği антисоветские элементы они как бы многие и счет дали ранги и ждали возвращения у того что они называли россии сюда потому что возвращение советского суда воспринимали как полачения россии правда потом они поняли что это не причисленность россия которую они ждали ближайся показать что это были антисовет tangent либо тоже не сказал давайте вернемся к тому что как происходили депортации и почему я говорю антисоветских элементов во первых с точки зрения советской власти не были ну конечно да не относили их к врагам и называли и так и звучало постановление вот это вот которое было принято по первой волне депортации что выявить антисоветский элемент составить списки кого относили значит давайте определимся это помещики это крупные коммерсанты землевладельцы это кулаки это клубе ты крестьяне зажиточные да это белогвардейцы которые осели в бессарабии это значит перебежчики из ссср какие-то же были ну вот но а вы говорите политики а их обвиняли по политическим статьям но используя уголовный кодекс 58 статья да да это в основном была 58 статья пункт 10 это даже статьи такие были в отношении них неприменимые они их применяли исходя из своих реалий российских контрреволюционная деятельность у нас революции не было нуга антисоветская агитация но вот это больше подходила вот 200 те контрреволюционной деятельности вторая статья антисоветская агитация окまず они обвиняли ванestroей эпитационкой этой советской власти еще не ногу нет но некоторые высказывали 당연х языки высказывали Уже когда советы пришли сюда? Да, конечно. Это были уважаемые люди, это были люди состоятельные, к ним прислушивались, к их мнению. И вот они вели такие разговоры среди жителей своих сел, и вот их и поэтому обвиняли. Они, может, в своем кругу говорили, а некоторые говорили и открыто. Приходили в сельсоветы и говорили о том, что мы не верим вашей власти, что вы не будете здесь порядок наводить, потому что вы в своем хозяйстве навести порядок не можете. Как вы можете руководить целым селом? Были и такие смельчаки, я бы сказала. Давайте про волны. Первая волна, почему я называю политические, потому что там в основном были примары, чиновники, судьи. Во вторую волну это были в основном кулаки, с точки зрения Совета Кулак. Да, ее называют кулацкая ссылка, но, тем не менее, в эту кулацкую ссылку 49-го года были высланы и оставшиеся, которые еще не были репрессированы, антисоветские элементы. Которых не успели репрессировать в 40-м, 41-м году. Давайте по цифрам. И куда? Потому что очень, чтобы мы понимали, потому что куда репрессировали в первую волну и куда репрессировали во вторую волну. Потому что вторая волна, их репрессировали из того, что я слышу, из того, что я знаю, их репрессировали на поселение в Сибирь в основном. Ссылку. Ссылку, да. Первая волна, они попали в лагеря или как? Да, да. И по цифрам, да. Первая волна, она началась сразу после установления советской власти 28-го июня 1940-го года. То есть не успели сюда прийти, сразу начали репрессировать? Сюда пришли, но если мы как бы не будем говорить о предтече этого события, это, конечно, всем известный пакт Молотова-Риббентроба. Ну, естественно. 23 августа 1939-го года. Да, и вот когда, значит, суда... Дело в том, что они готовили военную операцию. Они были готовы захватить Бессарабию военным путем. И войска были приведены в состояние боевой готовности. То есть они ждали сопротивления. Для мирного времени, да. Но они тоже действовали методом ультиматумов. И они, значит, Румынии предъявили ультиматум. В течение двух дней очистить территорию Бессарабии. Это был нереальный срок. И премьер-министр на тот момент Титурецкий, он писал, что мы приняли самое трудное решение путем совещания. Они все-таки согласились, но попросили продлить этот срок. Значит, еще на два дня. В течение четырех дней румынская армия, румынская администрация и все те, которые хотели выехать, чтобы имели возможность выехать. Но и в суда уже вместе с Красной армией вошли. И таким образом это произошло мирным путем. Не военным, как предполагалось. Без жертв. Ну, таких, скажем так, были какие-то единичные. И сюда наряду с войсками военными вошли и войска НКВД. Потому что у них уже был отработан механизм репрессии в Советской России. Там они уже посадили достаточно много людей. Они знали уже как. Но у них был один минус. Они не знали наше население. Они знали механизмы, методы. Которые применимы там. Да, которые применимы там. А вот кто чем здесь занимается. И вот здесь они задействовали уже свой, значит, подпольный, скажем так, аппарат. Дело в том, что, когда мы говорили в предыдущих передачах о межвоенном периоде. Я говорила о том, что Советская Россия не смирилась с потерей Бессарабии. Она, значит, в пику вот этим событиям. Она создала автономную, Молдавскую автономную республику. По ту сторону Днестра. И здесь стала внедрять агентурные, значит, своих агентов. Ну и восстание организовывало. Татарбунавское восстание относительно. Ну да. Те документы, которые опубликованы в последнее время у Украины. Это говорит, прямо указывает на то, что это восстание было подготовлено извне. Вот. Они взбудоражили. Люди, конечно, при любой власти есть недовольные. Но, значит, они подготовили их вплоть до того, что они взяли в руки оружие, вилы и, значит, защищать, ну, выдвигали свои требования, скажем так. Но их не поддержало, кстати, население, не все население. Если бы их было около 500 человек, процесс 500 и назывался, но их не поддержали. Потому что здесь проживали еще немецкие колонисты. Они жили тихо, спокойно, были примером для всех, во всех областях. И вот как раз немецкие, болгарские колонисты не дали распространиться этому восстанию на всю территорию Бессарабии. Но вернемся к нашим депортациям. И, значит, у них уже, вот, по агентурным сведениям, у них уже были составлены списки, уже были определены вот эти антисоветские элементы. И они стали их постепенно арестовывать. Уже в июле, в июне вошли, а в июле уже начались аресты первые. В сороковом? Да, в сороковом году, да. А вы называете, да, это в апреле или марте сорок первого года? То есть они их всех арестовывали, держали здесь и в ссылку отправили? Нет, они, ну, как держали здесь? Они их содержали в тюрьме. В тюрьме? Бендерская тюрьма, Кагульская тюрьма, где там ближе к нашим населенным пунктам. Они держали их здесь несколько месяцев. Нет, они их увозили еще в сороковом году. И вот эти вот, которые в сороковом году, они попадали, вот они как раз первые, которые попали в лагеря. Лагеря, которые находились по всей территории, карта лагерей очень обширная. Ну, в основном это были такие труднодоступные места, значит, с суровым климатом. Там это Пермский край, это Магадан, это Чита, Томск. Вот туда попадали вот эти первые арестованные, они попадали в лагеря. Но некоторых, вот допустим, как примара Кирсова, он был человеком преклонного возраста. У нас тоже один из примаров, тоже им было лет за 50. Их отправили в ссылку. Не в лагерь? Да, не в лагерь. Некоторых отправляли в ссылку, да. Но еще имело значение, какие-то... Ну, вот это его не спасло, он там умер, насколько я знаю, на Кирсовской примаре, да? Да, а вот этот наш Чедор-Лунский, он выжил, но потом все-таки он остался там в Сибири, но тоже там умер. Мне кажется, что имело значение и статья обвинения, и признание. Потому что некоторые, вот обвиняемые, я говорю про Гагаузов, они, значит, упорно стояли на своем и отметали эти обвинения, говорили, что вы говорите неправду. А некоторые соглашались и говорили, да, я избивал, да, я наказывал, да, я состоял в контрреволюционной партии, потому что когда он там состоял, он не знал, что она называется контрреволюционная. Вот, и они признавались, они признавались в предъявленных обвинениях. Поэтому я и говорю, что они обвиняли их по статьям за ту деятельность, которую они ввели в другом государстве, которое не было советской. Ну, они, мало того, они не все успели получить вот эти вот сороковый год, они даже паспорта не имели. Они не имели права их судить, вы это хотите сказать? Они не имели права их судить по нескольким параметрам. Во-первых, они были, уже было создано МССР, а они их судили по уголовному кодексу Украинской ССР. Потому что Молдавская автономная ССР входила в состав Украины. Это первое нарушение правовое. Вот, потом они были гражданами другого государства, они были подданными Румынии, а их судили по советским законам. Во-вторых, в-третьих уже, какое еще нарушение, то, что эти статьи не соответствовали обстановке в Сарабе. Неприменимы к ним, да? Неприменимы к ним, вот эта контрреволюционная деятельность. Они не занимались этим, они даже не знали, что это такое. По цифрам. Если у вас есть цифры, сколько в первую волну, если говорить о Гагаузии? Да, есть цифры. На сегодня у нас в Молдове издан очень солидный такой труд. Он издан еще начиная с 1999 года. В 2005 году вышел четвертый том. И вот в этом четвертом томе приведены данные по карте мемории. Карте мемории. Каталог жертв тоталитаризма. Так он называется в переводе с румынского. И вот там приведены по каждому населенному пункту данные. Значит, в этом каталоге 3 392 человека. У вас на памятнике в Чедерлунге 3 300 человек. Это не Чедерлунга, это Гагаузия. Это те населенные пункты, которые в настоящее время входят в состав Гагаузии. По ним 3 392 человека. Это в обе волны? Это во все волны. Во все волны. Ну, в общем, третьей не было, это во все. И вот я сделала выборку. Мне было интересно, сколько же была депортирована самая массовая депортация 1949 года. Значит, вот в этот день, в эту депортацию всего было депортировано 2310 человек. Да, 1949 год. Это где-то 70%. 70% населения. Если эти 2310, вот не могу сейчас найти их, мы поделим на 36 тысяч... Это 990, в первую волну. Да, это 70%. А если мы поделим на общее количество депортированных в 1949 году, это где-то 6%. Это вполне реальные цифры, поэтому говорить о том, что... Здесь я не согласна с господином Цикку, что в 1949 год меньше пострадали Гагаузы. Это не так. Они пострадали так же, как и другие населенные пункты Молдовы. Просто в некоторых селах, допустим, как село Авдерма, как село Кирсово, там было несколько семей только включено в списки. А некоторые населенные пункты, такие как село Кангас, да, большое крупное село, больше всего было депортировано население из этого села. В 1949 году. Вообще по всем, больше 30, вот я наконец-то нашла, значит, больше 30, 400 человек. Вот если мы возьмем село Кангас, да, ну туда входило Кангасчик, естественно. 443 человека всего было репрессировано из этого села. Какой это Кангасчик? Ну, Кангас плюс Кангасчик, да. А в 1949-м 334 человека. Почти сопоставимо, как в Кангасчике. Да, вот 2310, значит, было в волну депортации. И это где-то 6%, 6,3% от всех депортируемых из Молдовы. Ну, некоторые села, допустим, вот в Авдерме, тут вообще приводится, там нет данных, но у них музей истории села Авдерма, он очень хорошо работает в этом направлении. У них есть информация, там, я не знаю, 4 или 5 семей было. Кирит Лунга, 48 человек, значит, Светлый, 13 человек. Мы покажем эти данные, если позволите, да, мы селафируем, да. Но, то есть, в некоторых селах местные органы власти не пошли по пути перевыполнения обязательств, скажем так. Они пошли по наименьшему пути сопротивления, но включили тех, кого совсем уже нельзя было не включать. Ну, самое большое это Кангас плюс Кангасчик. Кангас, Камрат и Чедерлунг, это больше всего было, ну, это были самые крупные населенные пункты. Ну, вы, конечно, тоже сможете, да. Да, и поэтому говорить о том, что так же, как и другие народы, потому что в составе этих репрессированных были представители всех национальностей, которые проживали в данном населенном пункте. Это и евреи, это и русские, это и молдаване, румыне, в общем, все народы. Хорошо, а вот я так понимаю, что в первую волну, которую депортировали, ну, опять же, исходя из той статьи, не знаю, как это, если это можно на всю, на всех депортированных репрессорах нет. Я сделала, а я вам могу сказать анализ. Имейте в виду, какова их судьба, вернулись, не вернулись, кто погиб, кто остался там, кто вернулся. Хорошо, я расскажу. Я недавно подготовила научную статью на тему примаров как раз. Вот я взяла, сделала выборку, значит, примаров, которые, населенные пункты, которые ходили в Бендерский уезд. Потому что у нас гагаузские села, это были Бендерский уезд и Кагульский уезд. Так вот, вот исходя из этих данных, которые я выбрала, эти примары, которые на момент прихода советской власти исполняли должность примара. Мы с вами не сказали в прошлой передаче, но нужно об этом сказать, что к 1938 году в Румынии усилилась королевская власть. К власти вернулся еще в 30-е годы Карль II. Он в 1938 году, потому что ни одна партия не могла взять парламентское большинство, и он запретил все партии. И создал свою партию «Фронт национального возрождения». И в эту партию добровольно, принудительно принимали всех. Потому что обвинения, которые потом звучат в делах осужденных примаров из гагаузских населенных пунктов, они были членами этой партии. Они так объясняли, что от этой партии выдвигали примаров. И, кстати, вот эти примары, последние перед приходом советской власти, они не были избранными. Они были назначены префектами. То есть они назначали определенных людей, которые, по их мнению, заслуживали того, чтобы быть примаром того или иного населенного пункта. Так вот, значит, я выбрала всего, сейчас скажу, всего это 11 населенных пунктов и проследила судьбу этих людей. Что же с ними произошло до прихода советской власти и после прихода советской власти. Значит, вот они из этих 11 человек, которые исполняли должность примаров непосредственно перед установлением советской власти, в 1940 году были арестованы примар города Камрад Кылчик Николай, примар Чедрунги Кулев Афанасий. И потом, значит, примар... Сколько человек? Мы можем показать этот список. Да, 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 мы можем показать. Значит, Капсамун – это примар села Гайдар. Он был тоже в 1940-м. Четыре человека, насколько я помню, было арестовано. И Радов Николай Георгиевич. Да, Кирсовский, да. Вот четыре примара, которых арестовали в 1940 году. Радова отправили в ссылку, значит, этих отправили в лагеря. Дальше, в 1941 году репрессии продолжились. Нужно сказать об особенности, что в 1940-м и в начале 1941 года арестовывали только глав семей. Но там были и женщины. Я об этом тоже пишу, но не буду сейчас об этом заостряться. Ни многочисленные, ни мало. Мало их было, но все-таки они были женщины. И, значит, они продолжали вот этих людей арестовывать по одному как одного, вплоть до вот этой массовой депортации 1941 года, 13 июня. С 12 на 13 июня, которая произошла. Тогда уже есть воспоминания. Кстати, есть воспоминания, опубликованные. Был секретарь примарии Камрата Бушила, его сына Бушила Владимира. Значит, как их депортировали. И вот он рассказывает, пишет об этом в своих воспоминаниях, опубликованных в каталоге, архиве мемории под... Там много ученых наших молдавских, значит, собирали этот мер. Очень ценные воспоминания, что в 2 часа ночи к ним пришли домой. Значит, арестовали всю семью, то есть отца, мать и его. Ему было 21 год, он хорошо это помнит. И, значит, всех повезли на железнодорожную станцию. Потом они ехали до, как он пишет, до Террасполя, железнодорожной станции Террасполя. И в этот момент, значит, в вагоны вошли военные. Ну, это были, наверное, НКВДшники, которые вывели всех мужчин. И когда люди стали спрашивать, куда вы их выводите, они их обманули. Они сказали, что они поедут раньше. Они приготовят вам жилье... Ну, вы же должны там поселиться где-то. И об этом, кстати, пишет в своих мемуарах и Ефросиньи Кирсновская. Что так как она знала русский язык, хорошо, грамотная, образованная женщина, то она у них как бы служила переводчице. Потому что многие же не знали русский язык. И ей сказали, вот когда спрашивают, ее водили по вагонам, она говорила, вы не переживайте, вы приедете туда, ваши мужья будут вас там ждать. И потом она себя же обвиняет в том, что я была невольным, не потому что я этого хотела. А я тоже в это верила, что вот там будут ждать мужчины. А мужчин, которых арестовали вместе с семьями, их всех отделили в другой вагон. И отправили в основном вот эти вот арестованные 13 июня 1941 года, они попали в Свердловскую область, самый страшный лагерь, Ивдель-Лагерь. Там, по некоторым данным, погибло около 5000 мужчин, бессарабцев, с Бессарабией родом. Вот, оттуда выжили, есть выжившие, но они ничего не рассказывали. Они молчали. Так, сейчас я закончу с примарами. Значит, вот потом часть примаров арестовали вместе с семьями. И потом, вот был такой примар села Киритлунга. Уже началась война, то есть СССР напала на территорию СССР 22 июня, да? А здесь аресты продолжались. То есть они эвакуировались, но продолжают аресты? Они продолжают аресты. И вот одним из последних... Лучше вбили же микрофон, чтобы... Одним из последних был арестован Дан Стефан Иванович, примар села Киритлунга, 11 июля 1941 года. Его увезли в Тираспольскую тюрьму, а потом он очутился в городе Томске, где его приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, но он скончался, не выжил, скончался в тюремной больнице в 1942 году. Но это тоже такое нарушение право-человека. Они просто взяли их в заложники для того, чтобы расправиться над ними. Ну, знаете, я на что обратила внимание? На то, что вот те дела до сих пор, я много дел пересмотрела. Ни один арестованный не погиб при бомбежке. Это же шла война. Сколько людей погибло, когда вот они пытались эвакуироваться, значит, останавливали войс, да, или бомбили их. Ни один не погиб при бомбежке. Их всех благополучно. Я так понимаю, что этим поездам был дан зеленый свет, и все они благополучно добрались до пункта назначения, то есть до лагерей. Ну что, опять же, мой вывод, расправа над врагами с их точки зрения режима была для них важнее. Или имела для них большое значение? Да, надо было спасать людей, они вот возили арестованных. И уже заканчивая с примарами, не всех они успели арестовать. Остались еще два примара. Один, кстати, сбежал. Ну не сбежал, уехал просто. Он понимал, примар села. Вот такое маленькое село оказалось самым, как говорится, смышленым. Примар села Джолтая, Черниф и Иосиф. Он уехал первый раз в 40-м году, потом в 41-м вернулся, опять был примаром 3 года. И потом в 44-м году опять выехал в Румынию. Он единственный, который сбежал. Сурмынской администрации. Да, сурмынской администрации. Он единственный, который сбежал. А его судьба его известна потом? Ну он потом там жил, умер там в Румынии, да. Сюда он уже больше не приезжал. А еще двух примаров, которые, значит, по разным обстоятельствам, сейчас не буду останавливаться на причинах, но их они не упускали из виду. И вот примар села Бежгёс Колын Михаил и примар села, значит, Чокмайдан Горелка Дмитрий были вместе со своими семьями арестованы 6 июля 1949 года. То есть их догнала потом советская власть? Да, догнала советская власть. И, кстати, вот этот Колын, он был, у него и статья была не как кулак, а за коллаборационизм он был арестован. Теперь очень много рассказов о том, что люди, ну, речь идет в основном о тех, которых высылали на поселение, да, в этой второй волне 1949 года, потом не могли обратно вернуться в свои села, потому что по каким-то правилам, не знаю, по каким, расскажите, в чем там загвоздка, скажем так. Имеется в виду вот эти вот, которые попали в кулакскую ссылку, скажем так. Да, ну я хочу сказать еще два слова, вы спрашивали, куда их высылали. Вот эти вот мужчины, значит, лагеря, а семьи в Казахстан. Это 1941 год. В 1949 году было всего 30 эшелонов, задействовано в операции «Юг». В шести эшелонах находились ГГУЗы. Значит, они были отправлены в четыре региона. Наибольшее количество было отправлено, 13 тысяч всего по Молдове, в Курганскую область. Значит, потом Алтайский край, Тюменская область и Бурят-Монгольская АССР. Это самый дальний регион. Какова дальше судьба этих репрессированных? Сколько, если у вас есть какая-то статистика, сколько из них, вот из этих трех тысяч, трехсот человек, из которых 2310 во вторую волну, сколько из них вернуло, сколько из них осталось там? Ну, из того, что вот я беседовала со многими семьями репрессированных, из того, что я знаю, я так считаю, что вернулось большинство. Большинство? Да, большинство вернулось. Но некоторые не вернулись по каким-либо причинам. У кого-то была обида, вот с Кангаза семья, мне писали, что они были до того обижены, что вот так с ними поступили, что они решили не возвращаться. В настоящее время проживают в Казахстане. Потом кто-то женился, кто-то, значит, еще по каким-либо, хорошая работа была. И вот эти люди, ну, таких было не так, я бы сказала, что среди гагаузов их было не так много. Все-таки гагаузы стремились приехать домой. Но возвращаться стали они еще в 1956 году. Первые указы об освобождении стали поступать в 1956 году. Ну и потом вот моя семья в 1958 году, например, вернулась, да. Я не знаю, что это были за указания, но вот, допустим, я расскажу на примере своей семьи. Они приехали на вокзал Кишинева, в Кишиневе проживают родственники. Они пришли к этим родственникам и остановились у них переночевать. Они не собирались у них жить. Кто-то донес, что на следующий день утром пришли с органов и сказали, что мы вам даем 24 часа, покиньте, вы не имеете права здесь находиться. В Кишиневе вообще? Да, в Кишиневе вообще. И тогда они выехали на Украину. Они поселились в городе Акермания, Белгород-Днестровский сейчас. И там они прожили, я не знаю, где-то, может быть, два года они там прожили. А потом уже, это был уже, уже мои родители поженились, вот, они еще там проживали. Потом уже где-то в начале 60-х они уже вернулись в Чедерлунгу. И таких семей очень-очень много. Даже есть у нас семьи, которые поселились на Украине. В Украине много поселилось? Много, да, там проживают. Ну, нет, вопрос был в том, то есть вы подтверждаете, что, вы не можете сказать, был ли такой указ, и на основании чего им не разрешали здесь поселиться? Я думаю, что указ такой был. У вас нет него? У меня нет документа пока. Но то, что это не единичный случай, хотя некоторые возвращались прямо в свои родные места. А некоторым вот почему-то не разрешали и не пускали их. Может быть, это было какое-то личное отношение представителей органов власти тогда. Да, я не знаю. Но такое было, имело место. Дальнейшая судьба. Вы, я так понимаю, с очень многими связывались, имейте контакты. Вот это очень интересная судьба, если не знаю, можем об этом говорить здесь. Это также касается межвоенного периода, тех, которых отсюда вместе с румынской администрацией ушли. Как сложилась их судьба? Ну, я хочу сказать, что тоже значительная часть гагаузов уехали отсюда. Дело в том, что вот мы как раз говорили о... С румынской армии вы имеете... Не с румынской армии, а с румынской администрацией, да. Они выходили, уходили и в сороковом, и в сорок четвертом году. Дело в том, что они же многие, ну, обеспеченные, они имели радио, газеты. Они имели представление некоторые о том, что будет происходить. Ну, например, как этот примар Джолтая. Джолтая, да. Два раза ушел. Да, да, да. Вот, и поэтому они есть, есть у меня данные, есть семьи из нашего города, из других, я думаю, что есть, которые проживают в Румынии в настоящее время, их потомки. Но дело в том, что вот как раз в Румынии произошла ассимиляция гагаузов, и они вот кроме старых людей, они не говорят на гагаузском языке. Ну, здесь произошла русификация, другой процент. Да, а там вот произошла как раз румынизация, и они уже себя не ощущают. Нет там вот, как вот у других народов, есть какие-то сообщества за границей там. Вот, ну, к сожалению, вот в Румынии так произошло, не знаю, по какой причине. Наверное, какая-то обида вот на эту власть советскую, что они, ну, как уехали, как отрезали. Ну, это может быть еще связано с тем, что там был тоже такой советский режим чевушеского, который не приветствовал ассоциацию людей. Ну, это вполне возможно. Как бы в условиях диктатуры как бы ассоциация или свобода ассоциаций особо не приветствуется, по большому счету. Ну, потомки гагаузов проживают в настоящее время в Румынии, есть родственники здесь, кто-то общается, кто-то нет, по-разному. Как это вообще отразилось на состоянии сообщества, если вы с этой точки зрения пытались анализировать? Как бы что потеряло? Потому что понятное дело, что это была одна из, это были самые активные части населения. С политической точки зрения, с экономической точки зрения. То есть как это сказалось на гагаузии? Ну, это сказалось, конечно, очень. Хотя, если смотреть как бы на потери, ну, они есть, они значительные, вот. Но это сказалось в духовном плане, потому что вырвали с корнем, значит, самую просвещенную часть общества, самых предприимчивых, самых образованных. Значит, и вот они, такое ощущение, что они не хотели вообще, чтобы никого здесь не осталось из этих людей. Вот. И чтобы уже создавать новый тип человека. Ну, они, в принципе, его и создали. Для которых колхозы стали самая лучшая форма, самая справедливая. Организация жизни, да. Организация жизни, да. Для них вот колхозы, это самое. Они даже вот эти люди… Вы считаете, что до сих пор есть некая ностальгия по колхозам? Конечно, конечно. Дело в том, что это происходит от незнания. Они не знают, как их предки жили вот именно в межвоенный период. Даже как они жили вот в царской России. Какие у них тогда были права, какие были льготы, какие были там еще какие-то особенности жизни. Этого не знает основная часть нашего населения, общество не знает об этом. А хотят об этом знать, вот ваше… А молодежь хочет знать. Им интересно, когда я провожу уроки, вот, допустим, я провожу периодические уроки, какие-то посвященные, там, Первой мировой войне, репрессиям. Когда я рассказываю, ну, для детей это удивительно, потому что они… Не каждый раз они об этом слышат. И когда им вот именно становится интересно, когда говоришь на конкретных примерах, на судьбе конкретного человека. Мы уже практически проходим к концу сегодняшнего, именно этого выпуска. Вот я не планировал задать этот вопрос, но вот, как бы, разговор с вами, особенно вот эту последнюю минуту, он толкнул меня на такой вопрос. А сколько людей вообще, имеется в виду, преподавателей истории, уделяет этому внимания? Насколько это вообще такой, ну, скажем так, мейнстрим в школах? Вы, понятно, потому что у вас тут, как бы, есть, назовем это честно, личная заинтересованность. Вы из семьи репрессированы, как бы, для вас это важно говорить об этом и так далее. Но если говорить о других учителях истории… Вы знаете, я не могу сказать, потому что если бы я присутствовала… Конечно, без осуждения, но… Нет, 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 я не присутствовала на уроках, я знаю, что вот по курикулуму это есть несколько тем. Даже сейчас у нас было в апреле месяце, значит, приглашали всех преподавателей истории, Министерство образования, совместно, кстати, с Ассоциацией депортированных из Кишнева разработали факультатив по теме тоталитаризм и движение сопротивления, так он называется. И они предлагают в учебных заведениях вот ввести дополнительно к учебному курсу еще вот этот факультатив. Ну, посмотрим, как откликнутся наши учебные заведения на этот факультатив. Я думаю, что вот в рамках этого факультатива преподаватели истории смогут, ну, более уже предметно говорить. Но мы должны еще дополнительные исследования проводить, чтобы у них был материал для проведения таких уроков. Ну, вот честно говоря, вот я смотрю на эти списки, да, то есть я смотрю селок Кангас. Ну, для меня вот, когда мы с вами, ну, перезванивались и говорили об этой передаче, о чем было бы интересно поговорить, что сказать, для меня тоже было таким удивлением про Кангас. Я, честно говоря, не видел в Кангасе, в этих случаях не знаю в Кангасе людей, которых эта тема депортации волновала бы, хотя Кангас это, ну, из тех, ну, скажем так, на виду, там, депутаты, примары, как бы особо так. Да, они очень пострадали. Не то, чтобы в Кангасе, как бы, нет людей, которых это не безусловно, там есть, наверняка есть, я просто не встречал, но это достаточно такая большая трагедия, в том числе и для села Кангас. И об этом важно говорить. Да, об этом нужно говорить, и вот эти все темы, которые мы с вами затронули, вот это первая половина 20 века, мы же говорили, мы просто еще не затронули тему голода, но... Да, потому что о депортациях нужно говорить в контексте темы голода, который был до депортации. Да, который был... Или между депортацией. Да, между депортациями. Но вот эти все траги... Это все, значит, первая мировая депортация голода, это все самые трагические истории в жизни гагаузского народа. Я так считаю. Я с вами полностью согласен, не добавить, не убавить. Да, Светлана, благодарю за то, что согласились принять участие в этом проекте. Мы желаем вам и всем нам удачи вот в изучении этой темы, вам в изучении этой темы и в просвещении, скажем так, учеников, и всех, кто заинтересован, и вообще население в целом по этим темам, потому что важно знать, и мы видим попытки, как я это расцениваю, как попытки повторить то, что сейчас делает Россия в Украине, и те сообщения, те новости, которые мы читаем, они такие очень серьезные флешбеки из того, что мы знаем из истории. прошлого столетия. Важно знать историю для того, чтобы понимать, как она может повториться и что сделать, чтобы она не повторилась. Я благодарю вас за то, что вы были с нами сегодня, благодарю вас за то, что смотрели, смотрите нас, и подпишитесь на нас, если вы этого еще не сделали, для того, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта «НоктоИистори». До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова